Мы продолжаем рассказывать о стандартах GCI и клиниках, которые их приняли. Напомню, что Joint Commission International – это наиболее авторитетный в мире свод требований и рекомендаций безопасности медицинской помощи. Он призван защищать как врачей, так и пациентов. Сегодня подготовку к аккредитации GCI российским клиникам помогает проводить консалтинговая компания Price Waterhouse – официальный партнёр GCI в России. Ну а мы тем временем побывали в стоматологической клинике и выяснили, зачем нужны эти правила и как они работают. Вот и вы приспущен нос. Так происходит разбор ошибок. Ассистенту, не уследившему за маской во время приёма, не грозят ни штрафы, ни порицания. Подобный разбор ошибок врачей и ассистентов – обычная процедура для клиники, получившей международный стандарт GCI. Международный стандарт GCI – высший уровень качества медицинских услуг. Строжайшим правилом подчиняются все процессы в клинике. Общение с пациентом, общение сотрудников друг с другом, лечение, закупка препаратов. GCI на самом деле не что иное, как матрица для описания организационных процессов. На опыте тысячи тысяч врачей и миллионов пациентов написаны эти стандарты. В процессе подготовки к GCI я узнал о своей клинике больше, чем за 12 лет существования этой клиники. В 2016 году к двум крупнейшим российским клиникам, получившим звёзды GCI, присоединилась сеть «Дентал Фэнтези». На тот момент всего в три детские клиники – стоматология и педиатрия. Небольшой семейный бизнес показал – соответствовать мировым стандартам могут не только гиганты. Занимаясь детской медициной, я понимал, насколько это сложно, насколько это ответственно. А с внедрением GCI я понял, как это всё работает. Мы выяснили, на каких участках могут случиться проблемы, какие участки для пациента и для персонала самые опасные. Стоп, тайм-аут. Тайм-аут – обязательная процедура перед операцией по международным стандартам GCI. Врачи проверяют всё по списку – препараты, инструменты, пациента. Это исключает серьёзные ошибки. А в том случае, если врач всё-таки ошибся, его признание станет поводом лишь для совершенствования системы работы. Если за это не ругают и объясняют, что признание ошибок – это исключительно для того, чтобы вам было спокойно, чтобы вы могли работать лучше. Врачи признаются – оказалось тяжело и самому сообщать об ошибках коллег, особенности менталитета и воспитания. Но в системе GCI в приоритете безопасность пациента. На каждом компьютере есть бланк сообщения об инциденте. Его может заполнить любой сотрудник. Также в общем доступе фото зубов до лечения и после. Похвала и критика коллег позволяют каждому врачу совершенствоваться. Потому что когда ты фотографируешь, ты видишь сам свою работу, ты начинаешь видеть больше ошибок. Сначала трудно меняться, но потом ты понимаешь, что у тебя взгляд на жизнь становится другой. Ты становишься более внимательный к деталям. Пациенты не знают, что такое GCI, но они чувствуют атмосферу, замечают детали. Коридоры безопасны для детей. Здесь нет проводов, розетки закрыты. Лечение – это не больно, а ждать приёма не скучно. Моим основным «за» было то, что у моей дочери нравится. Для неё это положительный опыт, а не так, как для нас было 30 лет назад. Каждый визит был каким-то ужасом. Детей не обманешь. Стандарты GCI позволили бизнесу вырасти. Теперь в сети 5 стоматологических клиник и одна клиника педиатрии. Процессы отлажены, и у организаторов есть возможность заниматься следующим проектом – искусственным интеллектом в стоматологии.